Четвертый день выставки Prodexpo 2022 на ваших экранах. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Екатерина Винокурова, я исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков. Сегодня я здесь для того, чтобы принять участие в конференции алкогольного рынка, которая произойдет в рамках данного мероприятия. Мне бы хотелось рассказать участникам данного мероприятия о тех этапах маркировки, которые сейчас проходят и с проблемами, с которыми столкнулась наша отрасль. Хотелось бы отметить тот факт, что среди всех отраслей народного хозяйства отрасль слабоалкогольных напитков пива, сидра, пуаре и медовухи находится в достаточно серьезной ситуации в части работы с налоговым обременением. Если брать пивоваренную отрасль, то налог на добавленную стоимость у нас составляет 20%. Если же сопоставить его с молочной или мясоперерабатывающей отраслью, то он составляет 10%. Если брать акциз на пиво крепостью до 8,6%, то он составляет 24 рубля за литр. Если акциз на пиво крепостью свыше 8,6%, то он составляет в этом году 45 рублей с литра. Хотелось бы также обратить внимание на то, что в связи с тем, что наша промышленность вынуждена на данный момент повторно отрабатывать вопрос по приобретению отладки нового оборудования по закупке в рамках эксперимента ППО, интеграция с имеющимся технологическим циклом и обучение персонала – это все дополнительные затраты на нашу отрасль. В рамках данной конференции Национальный союз производителей пива и напитков просит закрепить в протоколе такие моменты, как организовать государственную поддержку предприятиям, выпускающим слабоалкогольную продукцию, предоставить государственные субсидии отрасли в рамках внедрения проекта по маркировке, на приобретение оборудования и ПО. В рамках деятельности фонда развития промышленности предоставить возможность получения для предприятий слабоалкогольной отрасли займа под 1% годовых на целевую закупку оборудования для маркировки товаров с минимальным сбором документов. Также, что немаловажно, консолидировать программное обеспечение ЦРПТ «Честный знак» с ФРАП «ЕГАИС» до момента окончания эксперимента, то есть, соответственно, до 1 сентября 2022 года. Изменить срок вступления в силу штрафных санкций с предприятий слабоалкогольной отрасли с 1 сентября, который сейчас вменен с 1 сентября 2022 года на 1 января 2023 года для целей отладки в промышленном режиме нового процесса по маркировке продукции. Я так понимаю, это наболевшая история, и нужно с этим что-то делать. И я надеюсь, что наша площадка поможет вам найти общий язык, а самое главное – высказать свое мнение и какие-то вот эти точки боли, которые есть у этой отрасли. Надеемся на это и очень ждем на поддержку со стороны государственных структур и министерств и ведомств. Пожелаю вам удачи на нашей бизнес-сессии, надеюсь, все пройдет хорошо. Спасибо, благодарю вас. Продолжение следует...